Амкар-Спартак Амкар-Спартак Ахнарубин под 42 номером, Федорев 4, Сираков 14, Белоруков 21, Попов 24, Гришин 5, Пеев 7, Навакович 13, Кнежевич 33, Волков 8 и Мурмистров под 18 номером главный тренер команды Рашид Рахимов. Вот такой состав Амкара Пермского. Ну и нужно представить бригаду арбитров. Игорь Егоров сегодня из Нижнего Новгорода. Судик этот матч, Лайнсмены, Целовальников и Писанкова ему помогают. Мы с вами очень сильно надеемся, что сегодня, может быть, судьи будут и незаметны. Это считается для арбитров самым, что, не знаю, есть лучшим. А у нас тем временем уже первая атака Спартака только что прошла. И на Рубину пришлось отражать удар практически в упор. И Спартак второй волной нагнетают Спартаковцы обстановку. Через правый фланг пошла атака. Но здесь, к сожалению, для Спартака немножечко увлекся Паршевлюк и выпустил мяч за боковую линию. Я напоминаю вам, как сейчас выглядит турнирная таблица. Вот после того, как у всех команд уже по 8 сыгранных матчей, а у Спартака и Амкара 7. Лидируют Спартак, Нальчик и Зенит. То есть команд по 18 очков. 17 ССК, 14 у Рубина. Спартак занимает восьмую строчку. 10 очков. Однако в случае победы Спартаковцы разом поднимутся на пятую строку, обойдя, например, Локомотив, Терек и, в общем, вплатно приблизившись к Рубину. Что касается Амкара, то Амкар занимает 13 место. Но опять-таки в случае победы Амкар обходит целую группу команд и Спартак в том числе. Потому что у Амкара 8 очков после 7 встреч. И если выиграет Амкар, то тогда будет делиться Локомотивом и Тереком. 5, 6, 7 место. Как обычно, но после столь короткого отрезка. Ведь с начала чемпионата прошло совсем немного времени. Наверное, чего удивительного в этом и нет. А у нас второй удар по воротам на Рубина. Это бил Ари. Спартак стартовал очень-очень бодро. И уже дважды пришлось голкипера Амкара не абы как, а серьезно вступить в игру. Все обсуждали до начала этого матча потери в составах команд. Но и, безусловно, главная потеря – это Алекс. Бразилец дисквалифицирован. И там Спартак собирался обжаловать эту карточку, добиться ее аннуляции. Но как бы то ни было, вне зависимости от попыток подать апелляцию, понятно, что Алекс сегодня отсутствует именно по причине дисквалификации. И поэтому придется Спартаку какие-то новые варианты искать. С одной стороны, мы понимаем, что представляет бразилец для игры Спартака, насколько важны для игровой мысли Спартака. С другой стороны, в этом сезоне пока мы, в общем, идеального Алекса не видели. Но это, правда, не только одного его касается. Пока вообще весь Спартак выглядит достаточно разобрано. Но, тем не менее, вот как придется сегодня без него орудовать. Зато сразу два нападающих на поле вышли. И мы уже видели, как оба они некоторое напряжение вызвали у обороны Амкара. Нарушение правил. Страфной. Против Пеева сфалили, сделал это Сабитов. Ну, правда, ворот достаточно большое расстояние, но будет сейчас подача. Ну, и оборонительная линия. Об этом, если вы видели нашу студию перед началом матча, многое там обсуждалось. В том числе и то, что сегодня Мартина Гераника, которого мы столько раз видели с капитанской повесткой, сегодня нет в центре обороны Спартака. И там Марик Сухи. Про этого футболиста пока говорят в основном в комплиментарных тонах. Действительно, очень интересный защитник. Ну, и Мартин Штранцель со всеми своими достоинствами и недостатками. Между тем, четвертая минута матча. Уже было у нас два опасных удара. И удар в створ ворот через себя. Совсем неплохое начало. Вот и Амкар, не собираясь совсем уж тут обретаться возле своих собственных ворот, ответил атакой. И хороший удар-то получился такой толпой. Навакович бил. Гришин играет с Наваковичем. Длинная передача вперед. Пытаются найти вот Никиту Бурмистрова. Гришин. Комбинирует пермики на половине поля Спартака. Неплохо, но здесь четко очень спартаковцы действуют. Джано. Передача направо. И вновь попытки прессинговать. Ну, в общем, попытки более-менее удачные. Только проблема в том, чтобы было нарушение правил. Передача в центр. Ну, все пока тут аккуратно, осторожно. Вот такое бодрое начало. И затем команды стали действовать более осмотрительно. Штранцель. Открывается Сабитов. Нет. Предпочитает передачу сделать направо. Статистика Амкара на ваших экранах. Вот она. Одна только победа. А пока в этом сезоне у Амкара есть. Ну, в общем, после семи матчей все не так уж плохо. Бывает значительно хуже. И попытка опять найти кого-то из форвардов. А заканчивается тем, что пропускают на ударную позицию. Мы уже не раз и не два это видели. Однако выпускают. И позволяют слишком много. Позволяют сопернику футболисты Амкара. Вот в опорной зоне недостаточно плотно действуют. И позволяют бить. А теперь та же самая статистика. Статистика Спартака. Две победы. Три ничейных результата. Разница мячей 4-4. Передача направо. Пока у нас в основном ошибка в передаче. Прессингует Спартаковца на чужой половине поля. Наваковичу Жану проигрывает борьбу в воздухе. Мяч сразу же взлетает в воздух. Вынужден вмешаться. Игорь Егоров. Нарушение правил. Жану руками разводит. Но и вот пока мы чаще всего видим, что мяч именно здесь. На ближнем камере фланги обретается. И здесь раз за разом Навакович с Жану вступает в борьбу. Ну, видимо, расценивалось это как излишне активная игра локтями. Работу локтями сейчас на этой суде обращают очень пристальное внимание. Паршевлюк играет с Сабитовым. Здесь уже нужно было как можно аккуратнее действовать. Одну единственную победу пока Амкар одержал. Было это 3 апреля в поединке с Сибирью. Аутсайдером нашего чемпионата. Хотя Сибирь сегодня выиграла, между прочим. И тогда дома вот на этом самом пермском стадионе выиграли футболистам Амкара со счетом 3-1. Велитон попробовал немножко на Рубина попрессинговать. Длинная передача вперед. Вот это может быть неплохо. Бурмистров. Возле чужих ворот несколько раз разворачивался Никита Бурмистров. И в конце концов оказался в такой ситуации, когда бить было тяжело. Помним мы Бурмистрова по дублю ЦСКА. Но, в принципе, молодых перспективных футболистов в свое время в дубле ЦСКА было много. Кое-кто сумел и в основу пробиться, как щенников. Но большая часть отправилась в аренду в другие команды. А затем продолжила свою карьеру в клубах. Вот за луч энергией успел поиграть Бурмистров. Ну, а в настоящий момент это нападающий Амкар. Передача на ближнюю штангу. Пейв. Ну, как опасно получается. Прострел вдоль ворот. Мяч в сетке. А там свисток прозвучал. А по случаю чего? Видимо, положение вне игры было. Оффсайт был. Оффсайт был. Оффсайт еще до того, как вот здесь все эти финты пошли на фланги. Еще до этого прозвучал свисток Игоря Егорова. И игра была приостановлена. Жану. В центре сейчас оказался. Передача на Паршевлюка. Паршевлюк. Хорошая передача на Ари. Тот в касание делал пас-центр. Я думаю, что угловой, несмотря на все героические попытки. Ну, вот после того, как не очень убедительно сыграли на первых минутах пермики в обороне. Затем как-то стало попроще. Вот здесь Оффсайт, да? Да, действительно. Было положение вне игры. Совершенно справедливо. Дальше уже, да. Дальше было сыграно не только аккуратно, но и очень красиво. Подача. Жану. Предпочитает отыграть назад. До голкипера мяч доходит. Хадариф. Видели уже и мяч в сетке после удара Кнежевича. Да, гол был не засчитан. И все равно за первые 10 минут событий больше, чем достаточно. Мяч у Жану выбили. Штранцель. Паршевлёк делает передачу на Штранцель в центральную зону. И дальше атака будет развиваться по левому флангу. Куда опять уходит Жану. Сегодня выполняет функцию просто атакующего Хабека очень часто. В касание Ипсон. Нет, не точно. Сабитов мяч забирает. Жану. Столкнулся на фланге с Поповым. Вернулся после неудачного для себя. Вряд ли Попов считает отрезок своей карьеры в Рубине очень удачным. Поскольку недостаточно много там играл. Тут, вне всякого сомнения, квалифицированный защитник. И Попов теперь у нас выступает вновь за Амкар. Ну и я думаю, что никаких проблем с опытом и с тем, чтобы сыграться в центре обороны быть не может. Ну и вообще защитники, причем все защитники, которые сегодня на поле. Федори, Сираков, Белоруков и Попов. Все играют в Перми уже достаточно давно, чтобы вот эта четверка могла считаться неким монолитом. Передача налево. Сабитов. Ипсен. Ипсен отыгрывает назад на Паршевлюка. Паршевлюк. Ипсен. Длинная передача из глубины. Снова Ари. Вот, кстати, не раз и не два практиковали именно вот такие длинные передачи на ход Ари на правый фланг. Сабитов. Выигрывает борьбу. И на этом вот вам, пожалуйста, и вся атака. Только-только меч был выбит, как сразу же дошел до рук Сослана Джаная. Штранцель. Одно время казалось, что если Сухи будет играть в центре, ну, еще до того, как чемпионат нашелся, то слабым звеном, наиболее слабым звеном окажется все-таки Штранцель, а не Яраник. Но это мы сегодня видим совершенно другой вариант строения обороны. И видим сейчас нарушение правил. Скорости пока не очень велики. Сыграно около третья тайма. За исключением действительно бурного начала. Затем игра так стала немножко... Не то чтобы сдуваться, но замедляться. Может быть, явление это временное. Не может быть, а уж хотелось бы на это надеяться. Ари. Гришин. Комбинирует термяки на левом фланге. В итоге Волков пропускает мяч мимо себя. Гришин совершает рывок и добивается того, что защитник Спартака допускает ошибку. Сабитов. Пенал то ли по мячу, то ли по сопернику. Мяч, в конце концов, остается термякам. Ну, и вот как только длинная передача, на этом все завершается. Белоруков. Атаку Амкара начинал, но раз касание, два касания и с мячом уже футболисты Спартака. Штранцель сделал ответную любезность. Попов на Белорукова. Еще дальше Федорифф. Гришин. Ипсон. Ари. Ипсон. Я бы сказал, что по большей части игра в центре поля пока идет через Ипсона, который пытается разгонять атаки длинными передачами из глубины. Ну, и много перемещается по всему фронту атаке Анонидзе. Но мяч тоже, оно доходит не очень часто, хотя он все время в борьбе и ни на минуту не останавливается. Мы его видели на левом фланге по большей части, но видели и на правом во время атак. Сабитов. Рискованно отдавал передачу. Дальше Ари затеял что-то не совсем ясное на своей половине поля. В итоге Спартак опять остался без атаки. Навакович. Кнежевич продвигался вперед и его тоже остановили. Несколько подряд стыков и первый на мяче оказывается Сабитов. Длинный пас вперед на Велетона. Если все время отходит Ари и мы видим его рывки по флангу, то Велетон пока практически не заметил. Штранцель. Паршевлюк. Паршевлюк. Ари. Паршевлюк. Штранцель. Штранцель. Ипсен. Нет, но он совершенно точно пока самый активный. Саенко. Пришел сюда же в атаку Кудряшов. Жано. Хороший удар. Быстро освобождались от мяча. Сейчас спартаковские футболисты. И в конце концов молодой полузащитник Спартака решился на удар. Да, не точно. Да, выше цели. В этом туре первый матч. Первый матч был еще 30 апреля сыгран. Сперва как-то вообще с забитыми мячами дела обстояли совсем неважно. Это если мягко говорить, потому что Анжи Крылья 0-0, Терек Локомотив 0-0, Спартак Нальчик, Динамо 1-0. Вот первые матчи. Да и сегодня Зенит лишь с большим трудом благодаря мячу Ломберца за 2 минуты до конца основного времени выиграл в гостях у Сатурна 1-0. Чуть-чуть получше дела обстояли в поединке Сибири и Ростова. Там 2-0 победа команды из Новосибирска. ЦСКА со счетом 3-1 обыграл Ту. Ну и есть у нас результат в чем-то даже, наверное, не то чтобы удивительный, потому что понятно, что с Алани в Владикавказе тяжело играть в любой команде. Но, тем не менее, чемпион страны потерял очки. Скажем так, результат значительный, о котором нужно упомянуть обязательно. Алани Рубин 1-1. Причем Рубин проигрывал по ходу матча, но затем сумел сравнять счет. И вот заключительный матч этого восьмого тура. Паршевлек. Пытались сейчас футболисты Амкара прессинговать. Пеев сделал несколько шагов по направлению Кудряшова, затем назад вернулся. Штранцель. Ипсен. Саенко. Рядом с ним Жано. Жано в подкате прыгает. И Спартак едва-едва мяч себе не вернул. Здесь на фланге. Пошла атака через Пеева. Пеев в центр выполняет передачу. Хорошо разыграно. 4 в 4 идут футболисты Амкара. Теперь как получится выполнить навес? Получилось выполнить навес, но тем не менее максимум, что сумели футболисты Амкара выжить из этой ситуации. Но это аут. И показали нам только что Георгий Пеева, правого полузащитника Амкара. Длинная передача. Велетон. Здесь вот в чем он силен. На скорости, безусловно, может обыграть кого угодно. Но вот скорость-то ему как раз набрать и не позволили. И затем уже искал партнеров. Велетон. Передача на фланг. Но пока мы видим, что Ари играет скорее правого атакующего ховбека или правого форварда, как вам больше нравится. В то время как Жано действует на позиции под нападающим. Под нападающим. Поскольку у Спартака один чистый форвард. А это Велетон. Жано делает передачу. Вперед хорошую передачу. На рывок Велетону. И два опорных ховбека у Спартака. Но это все условно. Хотя в общем схема 4-2-3-1, она становится все более и более популярной. Так очень много кто играет. Ибсен. Паршевлюк. Не часто мы видели его подключение в атаку. Сегодня вот попытка. Но и Гришин эту попытку останавливает. Гришин. Все мяч пропустили. Мяч Спартаку должен достаться. Жано. Сабитов. Пас-центр на Штранцель. Штранцель. Начинает рывок по левому флангу Кудряшов. Кудряшов. Финк заложил. Но теперь видимо нужно какую-то подачу выполнять. Пейв. Ничего так на рывке. Двух человек обыграл. Но нужно ему теперь как-то от мяча освобождаться. Нет. Освободиться не освободился. Но нашел интересную альтернативу. Передача направо. Немножко затянул Пейв с передачи. Пас штрафное. Ну вот. Пожалуйста. Нам Карр по центру сейчас ударил. И в общем-то оборону Спартака. Ну не то чтобы проломил. Но преодолел. Волков из глубины выходил на свободную зону. Но четко в этой ситуации действовал защитник. Ибсен. Паршевлюк. Здорово. Паршевлюк. Но тут же не очень здорово сыграл Велит. Не очень активен пока у Спартака левый фланг. Где действует Саенко. Но может быть виноват в этом Пеев. Который очень усердно помогает своей обороне. А вот сейчас хорошая возможность у Спартака была пропустить. Но выручил Саслан Джанаев. Здорово. Очень выбрали со своей половины поля футболисты Амкары. Хорошая была контратака. Но в конце мне показалось, что это вообще рикошет был. Бурмистров обыгрывает. Удар не получается. Попадает вот в этом эпизоде в Наваковича. Мяч летит в ближний угол. И выручает свою команду Саслан Джанаев. Очень хорошая и очень опасная была атака футболистов Амкара. Второй угловой. Амкара. Навес. Ох, Силенко. И еще один навес. Жаномич выносит. Это был Ария. Он сейчас по эпизоду оказался здесь. Ближе к левому флангу. Успел правила нарушить. Затем немножко Егоров подумал. И только потом уже прозвучал свисток. Столкновение с Сираковым. Я думаю, все мы прекрасно помним, что есть в составе Спартака футболист, который еще недавно защищал цвета Амкара. Это Николай Дринчич. Но Дринчич перед началом этого сезона получил серьезную травму. Сейчас он тренируется по индивидуальному графику. Но в любом случае, безусловно, ждут. Ждут в Спартаке, когда уже этот полузащитник сможет вернуться на поле. Кстати, у него дочь родилась. Он ездил в Сербию. Мы поздравляем с рождением дочери. Но сейчас уже тренируется вместе с командой. Хотя по-прежнему в общей группе тренироваться не может. Пасцентр на Штранцель. Штранцель. Нарушение правил. Полов довольно много. При этом игры-то грубой нет. Но сфалить, дабы атаку какую-нибудь придавить, ни те, ни другие не стесняются. Паршевлек. А вот теперь значительно опаснее. Егоров назначает штрафной. Причем с такой точки, откуда можно бить повороты. Оно понятно, что Алекса на поле нет. Ну, я думаю, что и без Алекса уж кому пробить найдется. Смотрим еще раз. Гришин, ну, мне показалось, что в спину толкнул локтем. Яриспорт так охватался за голову. Не знаю, может быть, каким-то образом по голове, конечно. Так вот. Жанова для мяча. Бить-то можно отсюда. Бьет же оно. Мяч проскочил мимо стенки. Получилось довольно опасно. Хотя по-прежнему наиболее интересными моментами в исполнении Спартака являются вот те атаки в первые пять минут. Когда была классная атака по левому флангу. И затем прицельный дальний удар Ипсона. Гришин. Паршавлюка уронил. Причем арбитр не зафиксировал нарушение правил. Но мяч уже Гришин не сумел остановить. Сухи. Ари. Сабитов. Это будет угловой у меня есть такое сильное подозрение. Да, сыграно было откровенно, небрежно. Пытался вроде бы Федориф отдать передачу головой собственному вратарю. Получилось явное срезко. Жанна идет подавать. Высокий навес. Даже дело дошло до удара поворотом. Но правда удар был откровенно выше цели. На Рубин. Пейв. Хорошая передача. Опять проходит у Амкара атака вот именно через этот фланг. Потому что там здорово очень Пейв. И уже не раз и не два это было заметно взаимодействовать с партнерами. И Пейва из глубины вот уже несколько раз рывками поддерживал Сираков. И именно болгарский защитник сейчас выходил из глубины поля на свободное пространство. Ну, в общем, неудивительно, да? Лучше всего пока взаимодействует вот в этой связке на фланге один болгарский футболист с другим болгарским футболистом. Ипсон. Жанна. И опять передача назад. Жанно. Ипсон. Жанно. Хорошая передача на свободное пространство. И еще один удар. 27-й номер Спартака наносит по чужим воротам. В общем, много критикуют наш чемпионат в этом году. За недостаточное количество зрелищных матчей высокого уровня. И, в общем, вряд ли после восьмого тура вообще и вот этого матча в частности, можно сказать, что все проблемы остались позади. Нет, по-прежнему критиковать, в общем, очень даже хочется. Ну, единственное, что мы всегда поначалу сезона наш чемпионат критикуем. Сейчас футболисты наберут форму, травка вырастет на стадионах. Ну, не здесь, конечно, здесь газон искусственен, но вообще. Потом, правда, случится чемпионат мира, что тоже испытание для болельщика. Но, в любом случае, к лету, я думаю, что все будет нормально. К августу. Гришин получает желтую карточку. Сместился с фланга Гришин. Сцепился здесь с Жано. И штрафной. Передача налево. И ошибок. Очень много ошибок и вот каких-то периодически лишних движений. Дело не только в обработке мяча, там, в лишней передаче, в том числе и на своей половине поля. Жанаев. Штранцин. Штранцин. Обычно положено перед матчем сообщать, ну, в процессе, да, матча, репортаж, сообщить, как сыграли молодежные составы команд. Но не в этом случае. Дело в том, что встречу молодежных составов Амкара и Спартака перенесли. Причем перенесли аж на 5 июля. Дело в том, что сразу 6 игроков Спартака были вызваны в юношескую сборную России. Паршевлёк. Жано. Жано. Подача последовала. Жано. Сабитов. Штранцин. Жано. Вот эти забросы, по-моему, ни к чему пока вот за 33 минуты игры не привели. И Белоруков, и Попов люди весьма даже опытные. Головой играющий прекрасно. Ну, а с другой стороны, в отсутствие явного лидера полузащиты Олекса, передачи в разрез, пока у Спартака не получилась. 34-й минуты матча. Игра с преимуществом Спартака, мячом спартаковцы владеют чаще. Ну, я, правда, не сказал бы, что дает это преимущество в голевых моментах. Нет, здесь примерно одно и то же. Нет, нет, мяч остался в поле. Можно играть. Прошевлек. Сухи. Жано. Если это нарушение правил, то по-хорошему надо бы золотую карточку показывать. Если действительно все было настолько жестко, как казалось странно, давайте смотреть повтор этого эпизода. Да нет, ну, чуть-чуть наступил на ногу Жано. Соперники не все так ужасно. Белоруков. Остается играть приблизительно 10 минут. Это если говорить об основном времени первого тайма. У нас опять атака Амкара по правому флангу. Но если говорить об Амкаре, то это, наверное, самое приятное, самое толковое, самое ладное, что у Пермяков получается. Очень хорошая атака справа. Правда, атакую там карт в принципе не очень много. Пейв. Здорово, как в штрафную. Вошел Пейв. И опять справа. Да, я думаю, что Пейва пока можно назвать лучшим в составе своей команды. Даже не потому, что он как-то так там явно сверкает, но он практически не допускает ошибок. Все делает как надо. Посмотрите, как легко оторвался в этом эпизоде от Сабитова. Хорошо Сухи. Вот, пожалуйста, Марик Сухи. Штранцель тоже не успевал. Подача на ближнюю штангу. Нет, но это слишком. С мячом по-прежнему футболист Амкара. Были. Штранцель. Ипсен. Хорошая передача на свободное пространство. Жано. Ари. Это все. И совершенно не доходит мяч до Ивана Саенко. Вы видели, он вот там руками семафорил сейчас на левом фланге. Дальним от нас. Ипсен прессингует. Белоруков. Паршевлек. Паршевлек. Сухи. Ипсен. Передач очень много делает Спартаковцы. Ипсен в конце концов Саенко замечает. Хороший перевод. Иван неудачный мяч обрабатывает. Что дальше? Саенко продвигался вдоль линии штрафной. Дело доходит до удара. Ну вот, собственно говоря, и все. Это не пас, это просто мяч у нас. Ипсен. Ари. Хитрая какая передача была. А дальше было падение, на которое арбитр не обратил никакого внимания. Тем не менее, Спартак продолжает пытаться давить и прессинговать соперника возле чужой штрафной. Саенко. Саенко. Мяч редко падает. Сейчас два раза подряд, когда Спартак атаковал, именно через Саенко и пытались спартаковцы действовать. Но не прибавило от Спартака остроты. Да, похоже, что может сложиться этот сезон для Валерия Карпина тяжелее даже, чем прошлый, когда ему пришлось в пожарном порядке команду возглавить после увольнения Лаудрика. Какого-то такого сверхсерьезного усиления, в котором, может быть, Спартак не может быть, а нуждался. Спартак, ну, не сверхсерьезным, серьезным. Тем не менее, Спартаковцы не получили. И сейчас, тем не менее, Спартак забивает гол. Только я вздумал селекцию Спартака покритиковать. Тем не менее, именно новичок Спартака Ари. Ну, в общем, я вовсе не к тому говорил, что Ари и Сухи – это плохие футболисты. Это очень хорошие футболисты. Просто Спартаку нужно было больше, серьезный состав укреплять. Тем не менее, тем не менее, у Спартака достаточно класса, чтобы проводить вот такие четкие, хорошие атаки. Но тут могут быть вопросы. В частности, почему Федориф вот в этой ситуации не приклеился к защитникам. То есть, выпрыгивал, будучи в полупозиции, не приклеился к нападающему, вернее, к Ари. И Ари был просто брошен один, и последовал четкий удар головой. Нам показали Ипсона, но, значит, Ари заберет. На сороковой минуте. Одним словом, все равно Спартаку нужно еще укрепляться. Тем более, что играть летом в Лиге Чемпионов. Если укрепление серьезное не будет проведено. Серьезное, конечно, не полкоманда, но чтобы пару позиций точно еще укрепить. Причем футболисты на высоком уровне. Если это произойдет, если вернется Дринчич скоро, тогда, безусловно, Спартак может надеяться пройти удачно этот сезон. В том числе и удачно выступить в Лиге Чемпионов. Но тут уж Спартаковцы, я думаю, что сами решат, что значит для них удачно. Если нет, будет очень сложно. Тем более, если еще в Лиге играть. А в Лиге играть еще это ведь групповой этап. То есть, придется минимум 6 матчей провести. Очень высокого уровня. В том числе с такими соперниками, которых в нашем чемпионате нет. Пеев с правой ноги будет выполнять подачу. Подача есть. Это удар был самый настоящий. Саслан Джанаев парирует, парирует. Отправляет мяч выше перекладины. Еще сейчас будет одна попытка выполнять стандарт, что еще раз Пеев. Да, закрутил-то как здорово. Снова подача. Трессинг. В исполнении футболистов Амкара. И Игорь Егоров фиксирует нарушение правил. Территориальное преимущество Спартака не привело к огромному количеству голевых моментов. Однако, территориальное преимущество Спартака привело к тому, что Спартак забил мяч. По сути, ну сколько, три было хороших эпизода у Спартака. Два в самом начале тайма и один в самом конце. Спартаку этого хватило. Ну, атака, в которой, если отбросить ошибку обороны Амкара, тем не менее, передача-то из фланга была изумительная. Тоже на голову Ари. Амкар, в свою очередь, ну как сказать, грызнулся, не огрызнулся. В свою очередь ударил поворот. Субтитры создавал DimaTorzok Передача вперед. Ибсон. Гришин. Хорошо сыграл Гришин, затем Сабитов тоже сыграл. И мяч в итоге достается футболистам Амкара. Не был здесь нарушения правил. Жесткий, но абсолютно четкий подкат Штранцля. Если бы не этот подкат, то получилось бы, конечно, у Амкара хорошая атака. Передача вперед. Гришин. Ой. А вот это явно лишнее. Желтое. Нет, повреждения здесь не было, но если бы чуть менее удачно, то могло что угодно получить. Ну куда же такой подкат-то на прямых ногах? Разбежался, прыгнул и поехал. Пуршевлев. Удивительно. Чаще Спартак нарушает правила. Мне почему-то визуально казалось, что пермики фалят почаще. Ничего подобного. Федорис. Жанон. Мяч хорит за пределы. Поля. Заканчивается первый тайм. Ну что, в общем, по итогам первого тайма? Не самого высокого уровня футбол. С немалым количеством ошибок. В котором, однако, Спартак владел территориальным преимуществом. Владел территориальным преимуществом и сумел это преимущество воплотить забитый мяч. Великолепная передача сланга, которую грамотно использовал Ари. Ну и тут помогла, безусловно, ошибка обороны Амкара. Будем надеяться, что во втором тайме будет повеселее. Ну а пока давайте немножко отдохнем перерыв. В матче Амкара и Спартака в Перми перерыв. Спартаковцы повели в счете впервые. Мы об этом говорили с моими коллегами в студии перед началом игры. Московский Спартак впервые за 4 игры, ну уже за 5 получается, сумел выйти вперед в матче чемпионата России по футболу. И мы с коллегами готовы предложить вашему вниманию фрагменты самые интересные и острые, которые были сыграны в первом тайме. Итак, Амкар, Спартак. Ну я жду, что мои коллеги Андрей Талалаев и Константин Крещев все-таки присоединятся к разговору о том, что мы увидели все вместе здесь в студии в первом тайме. Вот с самого начала некоторые фрагменты у ворот Сергея Нарубина. И мы, неправда ли, отметили, что несколько моментов сразу было у ворот Пермского галки, перерыв несколько ударов. И Спартак таким образом начал довольно активную игру. Неправда ли? Ну Спартак сразу взял быка за рога, конечно. За 5 минут 3 удара по воротам, опасные моменты, проходы, атаки левым флангом, очень мощные, темповые. В общем преимущество Спартака очевидно здесь было. Ну интересно, что он начинал как раз с Жану на этом левом фланге, а тут была вся активность. А потом по ходу первого тайма Саенко переместился на фланг, а Жану сместился в середину, вскрыв, можно сказать, правый фланг для подключения Паршевлюка, который эпизодически ходил вперед, мы видели несколько моментов. А что можем сказать по поводу обороны московского Спартака? Вот один из редких моментов в первом тайме, когда вступает в дело Саслан Жанаев. То, что нет Мартина Иранека и на позиции одного из центральных защитников сегодня Штранца. Как-то сказывается на надежности игры? Ну вот этот мяч, который из офсайда сбивают пермики. Абсолютно справедливо, кстати, офсайда. Но здесь как раз видно, что недопонимание игроков, кто должен был идти страховать, кто должен был перекрывать Кнежевича, который... Хорошо, что он был в офсайде, вовремя Жану вышел и оставил. Вот смотрите, еще раз, Жану вот бежит от дальней штанги. Здесь чуть-чуть раньше, если Гришин сделал передачу, то возможно были трудности. А вот смотрите, после обвода как раз ни одного из защитников уже в самый последний момент смещается. Ну и рикошет, да, мяч. Он был во многом случайный, да, получился. Но все равно нестандартность действий Кнежевича можно отметить. А вот атака, когда Бурмистров до конца не справился, но вот сам ход, геометрию атаки, выход из обороны мы как раз хотим разобрать. Да, чуть подробнее поговорим о нем попозже с помощью нашей компьютерной графики. Но отметим здесь реакцию со Слана Жанаева. Очень непростой момент для него. Переложиться с левой стороны на правую нужно было вытащить этот мяч. Ну и вот это сороковая уже минута. Подача Ивана Саенко. Вообще мне показалось, что по ходу первого тайма игра Ивана Саенко немножко была как бы отдельно от игры Спартака. То есть не было связи с флангами и на правом фланге как такового флангового полузащитника не было у Спартака. Иван Саенко действовал слева, как будто из другой схемы игрок получился. Но тем не менее, голевую передачу он записал на свой счет. Мы говорили о дефиците фланговых футболистов у Спартака и о дефиците этой самой фланговой игры. И о полезности, об эффективности этой самой игры. Вот сейчас мы как раз в этом убедились. Несмотря на то, что был, конечно, ряд детских ошибок, которые нельзя допускать, которые допустили игроки Амкара. Но все равно сам момент возник как раз с фланга. Ну и вот статистика игры в первом тайме. Обратите внимание, 7 ударов спартаковцы нанесли, 3 в створ. Столько же в створ пробили игроки Амкара. При этом у них коэффициент полезного действия ударов выше. Зато 4 угловых подали. Пермики у них, видимо, активнее все-таки и гораздо более отстроенная игра на флангах. Оффсайды. Ну, в общем, все показатели дальнейшие второстепенные по сравнению с главной цифрой, которая зафиксирована на таблок этой минуте, а именно забитому мячу. Но мы, разбирая фрагменты этой игры более подробно, вам и обещали, все-таки начнем не с забитого спартакового мяча, а с мяча, который мог бы оказаться в воротах московского спартака. И слово нашему эксперту Андрею Завалову. Здесь как раз хорошо видно, посмотрите, мяч от флангового защитника идет в середину поля. Здесь Сабитов не успевает встретить вовремя игрока Амкара. И за счет индивидуальных действий проваливается Сабитов, выходит к неживе с мячом, дает передачу. И здесь альтернатив не так много. Посмотрите, владеющий игроком мяч, владеющий, точнее, мячом игрок. Впереди свободный Бурмистров. И вот то, о чем мы говорили в начале игры, не хватает фланговой активности игрока Амкара. Здесь и Пеев не успевает заполнить вот эту свободную зону, которая есть впереди. И тот же Гришин не успевает пройти вперед и помочь Бурмистрову, может быть. Поэтому единственная альтернатива, которая у него была, к неживе, это прокатить мяч Бурмистрову. Или же пойти самому. Он выбирает пас своему нападающему. Здесь не совсем удачно он работает. Но отметим, Сухи быстро подстраховал, помешал нанести удар. И здесь все равно после рикошета мяч летит в створ. И как Роман правильно сказал, сейф, я считаю, Джанаева. Здорово переложил. Смотрите, идет уже в другой угол. Успевает переложиться, парирует очень сложный мяч, спасает свою команду. Да, на грани, на грани был от гола Спартак, конечно. И, ну, здесь, что интересно, вот эта геометрия, все-таки быстрее выходит Амкар из обороны в атаку. Даже при том, что вы отметили, что не успевает прийти на фланг игрок, но, возможно, слишком неожиданным получился этот провал, да, для самих игроков Амкара. Они просто не успели переложиться и вернуться. Мне кажется, для Амкара как раз это ожиданно. Просто не дорабатывают, не успевают, слишком большие оборонительные функции несут игроки. Как раз мы перед началом репортажа об этом говорили. И что самое интересное, индивидуальное мастерство. Но, мне кажется, опорные полузащитники Спартака не должны, во-первых, давать мяч, получать так спокойно в центральной части поля от игроков обороны игрокам Амкара. И, второе, так свободно проходить мимо себя. Ну, в конце концов, фалить, как это делает тот же Рахимич в ЦСКА. Ну, и следующий момент, который мы разберем, он пришел как раз с того фланга, где действует, как мы разобрались перед началом игры, самый полезный футболист Амкара. А именно Георгий Пеев, да, с его фланга пришла передать. Самое главное, что здесь у нас образовывается, вот если посмотреть, да, у нас три игрока, три игрока Амкара находятся в зоне владения мячом. И что они делают? У нас игроки, игроки Спартака абсолютно свободные. Несмотря на то, что они находятся в районе мяча, мяч у нас открытый, то есть игрок может отдать передачу и сюда, и сюда спокойно прокатить мяч, и в середину. Здесь выбирается другое решение, посмотрите, находит Жано своего партнера, который делает несколько шагов буквально, да, и спокойно перемещается с мячом, Саенко отдает мяч на фланг, и здесь опять отмечаем ту же схожую позицию. Вроде бы в районе мяча находятся два игрока. Два игрока Амкара, которые, в принципе, должны перекрывать, не давать возможности сыграть и сделать подачу. Но что самое главное, если посмотреть в штрафную, то здесь у нас с вами абсолютно, абсолютно свободный игрок Спартака, несмотря на то, что Федориф находится совсем рядом. Вот самая главная ошибка, которая была, это уже следствие того, что произошло. И чем заканчивается эпизод? Федориф, так и не поворачивая головы, просыпает Ари за спиной, и тот исполняет, ну, мастерски, что говорит, исполнил удар в ближний угол головой. Для такого мастера, мне кажется, это вполне объяснимо. Я благодарю Андрея Талалаева, старшего тренера южной сборной, за исчерпывающий анализ фрагментов первого тайма. Кроме этого, я еще благодарю шеф-редактора портала спортбокс.ру Константина Клещева за участие в нашем обсуждении, за важные реплики. Мы смотрим второй тайм, и прощаемся с вами. Слово Владимиру Стогниенко. Продолжаем трансляцию поединка Амкар-Спартака. Я напоминаю, что после первого тайма, вот здесь, в Перми, на стадионе «Звезда», счет 1-0 в пользу Спартака. Так же, как и многие показатели тоже в пользу Спартака. В частности, Спартак больше владел мячом, чаще нарушал правила, реже попадал в офсайт, ну уж не знаю, хорошо это или плохо, и больше бил поворотом. Хотя, в итоге, если говорить об ударах в створ, то этих ударов оказалось равное количество. У Спартака, правда, все три удара были весьма опасны, а один так и вовсе увенчался забитым мячом. Это «Ария», девятый номер Спартака. Я, честно говоря, сразу не понял, кто же понял передачу с левого фланга. Это Кудряшов или Саенко, но мы здесь в перерыве еще раз посмотрели, уточнили, Кудряшов все-таки это был. Прекрасный был навес с левого фланга, очень аккуратный. Ну и «Ария», воспользовавшись ошибкой защитника, грамотно выбрал позицию и четко пробил мимо на Рубина. Вот, мы еще раз смотрим. Вот этот навес очень хороший. Федориф пролетает мяча, ну и затем удар в пустой угол. Удар очень аккуратный. И еще раз, пожалуйста, повтор на ваших экранах. В результате 40-ая минута встречи и усилиями «Ария» «Спартак» выходит вперед. В целом «Спартак» при всем своем преимуществе. Ошибок многовато, особенно как дело доходило до обостряющих передач. Ошибок было много. В составе «Спартака» активен «Ипсон», все время ищет своих партнеров передачами. Много перемещается «Ананидзе», много перемещается «Ария». Я думаю, что в чем-то справедливо, что именно «Ария» и забил единственный пока мяч. «Анкар» и «Спартак» появляются на поле. И вот сейчас игра возобновится. «Анкару» нужно что-то придумывать во втором тайме. С таким футболом, который был показан до перерыва, забить, сравнять счет будет очень тяжело. Но, правда, и «Спартаку», с таким футболом, который был показан до перерыва, забить счет тоже будет не так просто. Но «Спартак» добился результата, и это главное. У «Анкара», если кого-то и можно выделять, то разве что «Пеева», который запомнился очень грамотной игрой, он всегда делал то, что не нужно было сделать в данной конкретной ситуации. И в итоге оказался самым заметным в составе «Анкар». Давайте еще раз вспомним составы играющих команд и начнем с гостей. «Джанаев» в воротах первый номер, «Штранцель» третий, «Кудряшов» тринадцатый, «Паршевлюк» пятнадцатый, «Сухи» семнадцатый, «Сабитов» шестой, «Ипсон» седьмой, «Саенко» десятый, «Жано» двадцать седьмой, «Ари» девятый, «Велетон» под одиннадцатым номером. Вот такой состав «Спартака». С капитанской повязкой сегодня в отсутствие «Яраника» вот, пожалуйста, «Штранцель». Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин судит матч Игорь Егоров. «Топчу» появился на поле в составе «Амкара». Состав «Амкара» в первом тайме, сейчас я скажу, вместо кого вышел «Топчу», а состав такой. «Нарубин» сорок второй в воротах, «Федори» в четвертый, «Сераков» в четырнадцатый, «Белоруков» двадцать первый, «Попов» двадцать четвертый, «Гришин» пятый, «Пеев» седьмой, «Навакович» тринадцатый, «Кнежевич» тридцать третий, «Волков» в восьмой, «Бурмистр» в восемнадцатый, «Рашид Рахимов» главный тренер, капитан команды «Белоруков». Длинная передача, вперед. Джанаев с мячом. Пришлось дважды вступать в игру Джанаев. Мы напоминаем, как в этом сезоне «Спартак» играл во втором тайме. Дважды Джанаев «Спартак» по-настоящему выручил, но больше всего запомнилась очень хорошая атака, в результате которой мяч после удара «Бурмистрова» попал в «Кнежевич» и полетел в ближнюю, и хорошо собирал Джанаев. И еще удар со штрафного, удар очень сильный, «Пеева». Мяч сильно очень закончился. Кстати, именно вместо «Бурмистрова» «Топчу» и появился. То есть, таким образом пытается улучшить качество атаки. Главный тренер «Анкара». «Топчу» в этом сезоне провел уже несколько матчей. Четыре в чемпионате, один в кубке. Пока не забивает. Хотя есть у него одна желтка. Удар. Снова «Пеев». На этот раз с левой ноги. Сместил своего фланга в центр и пробил с левой ноги. И опять «Пеев». И опять «Пеев». На этот раз болгарский футболист зарабатывает штрафом. Подача «Пеева». Подача «Пеева». Пороший навес. Промасивается «Жану» мяча. Федориф. Передача направо. Нет, не точно. Быстрая атака «Спартака». Кстати, статистика по «Анкару». «Анкару» лучше играет как раз. Посмотрите, во втором тайме. И разница мячей у «Анкара» лучшего во втором тайме. Ну, как это сегодня скажется. Нарушение правил. Сабитов. Руками соперника прихватил. И на всякий случай от греха подальше сразу отсюда убежал. Сираков возле мяча. Сираков возле мяча. Не очень пока активен Велетон. Помню, я был любые подвиги прошлого сезона. Но у него еще недавно, там, неделю назад, чуть больше, были какие-то проблемы с мышцами бедра. Может быть, не до конца еще восстановился. Ну, и вообще, сказать, что в форме в этом сезоне бразилица находится, тоже пока нельзя. Но это не одна. Велетон касается. Тот же Паршевлюк еще недавно, например, тренировался по индивидуальной программе. Жано. Очень хорошая передача. Велетон. Гол. Да, вот это было сделано отлично. Жано выполнил пас. Велетон на секунду так задержался. Но затем сделал рывок вперед и пробил. Как-то мяч как будто сквозь нарубина пролетел. Нужно еще раз посмотреть. Четвертый мяч, ну, да, может быть, с Велетон не тот, что в прошлом сезоне, но забивает по-прежнему исправно. Да, под ногой. Мяч пролетел, никакого офсайда не было. Застрял там кто-то из защитников Амкара. И в результате Велетон упустил, а это то, что бразильцу нужно. Четкая передача на ход. Возможно сделать несколько шагов и ударить. Что Велетон и продемонстрировал. Браво. Ну и браво Жано в этой ситуации не хуже Алекса. Почему Алекса правой ногой, наверное, так не владеет. Бразильц Лево. Попадает Амкару очень тяжелый. В общем-то, при всем уважении к Амкару, в принципе, то, что мы сейчас видим, поделаем. Длинный очень пас вперед. Сабитов. Как Спартак играл за последние три года, проведя со счетом 2-0 по ходу матча. Бывает, конечно, что так получается и проиграть, но, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев Спартак делал, доводил до победы. Ибсен. Очень хороший пас. Ари. Еще одна передача. Да, однако. И хоть гол этот не засчитан, однако нужно отметить, что в обороне Амкар как-то совсем расслабился. И Спартак сейчас проводит еще одну очень хорошую комбинацию. Вельцин в офсайт залез. Ну да, пожалуй, самую малость офсайт был. Но это не отменяет того факта, что у Спартака получилась очень хорошая размашистая комбинация. И особенно еще раз, я и в первом тайме говорил про Ибсена, еще раз себе позволю. Очень хорошо заметно, что в все время Ибсен пытается с помощью таких длинных размашистых передач на свободную зону вывести кого-то из партнеров. И у него это получается. Два руков. Савитов. Паршавлюк. Савитов. Пытается Амкар прессинговать. Мы после перерыва пока толковых атак в исполнении парняков не видели. Атапеев был активен. Но вот, пожалуйста, только я сказал, как мы такую атаку увидели. И Сафлан Джанаев свою команду выручает. Прицельный удар там был явно. В дальний угол. Неживень бил. Ну, показали стоп-кадром печального нарубина. Однако, это как раз тот самый эпизод, когда гол не был защита. Подача с углового. Еще будет один угловой. Пеев туда как раз и побежал. И еще одна подача. Высокая подача. И даже Белоруков дотащил дело до удара. Но, правда, не то что. Длинный пас вперед. Жануа. Нужно. Если Амкарни начнет внимательнее в обороне действовать, может это закончится печальным для хозяев. В отличие от первого тайма, когда Спартак допускал огромное количество ошибок и играл довольно вяло на чужой половине поля. Вот сейчас Спартак явно такой вкус толкового, быстрого и яркого футбола почувствовал. И передачи на обострение проходят. И все быстро и четко. Ну, в эти первые 10 минут потом, не знаю, что будет. Ну, сейчас тоже ошиблись. Но сразу же Кудряшов доработал. Жануа. И опять была попытка сделать примерно то же самое, что и было на 50-й минуте матча. Совершенно не получается у Абкара впереди замягчить зипиться. Вот по какому футболу Кушев был бы нужен. Ари. Нарушил правила Ари. Федориев с ним боролся и против него сфалил. Бразилица. Очень длинная передача. Вперед. Вперед. Очень интересно, что вообще будет в ближайшее время Амкар делать. Я думаю, что игра Спартака, она будет примерно такая и дальше. Тем более, что у Спартака появилась возможность играть на контур-атаках. И, между прочим, тот гол, который не был засчитан, была блестящая разыгранная комбинация. Это была именно контур-атак. Сабитов. Нежевич, Навакович и мяч выбили Волков. Передача направо на Пеева. Пеев здорово соперника обыграл. И передача была нацеленная. Сабитов помог. Лежит там кто-то из футболиста Спартака. Это Штранцель, капитан команды. Вот они издержки обороны. Пеев. Жану сейчас оборонялся. Передача вперед нет неудачно. Ипсон. Падает Ипсон. Было нарушение правил или не было? Ну, в общем, доводилось слышать, как бы Ипсон критиковали за некоторые матчи. Действительно, иногда было за что, но сегодня очень хорошо. Причем и в том, что касается обороны, и в том, что касается Сиддана. Ну, правда, тут, возможно, еще соперник позволяет. Жану. Штранцель. Штранцель. Кнежевич. Белоруков возле мяча. И играть еще минут 30. Белоруков. Навакевич. Навакевич. Я думаю, что есть смысл сообщить вам, кто есть в запасе. И у тех, и у других. У «Спартака» голкипер Песьяков, а также Яраник, Шишуков, Баженов, Голышев, Яковлев и Козлов. И запасные футболисты «Амкара». Шумайлов, Гал, Калашников, Померка, Соколов и Вита. Одна замена, я напомню, уже произошла. Появился на поле Андрей Туччо. Саенко. Передача внешней стороной стопы. Да, увы, вот как раз если есть кандидат на замену, то Саенко вполне могут поменять. Не будем, я думаю, что слишком пристрастны к игре Ивана. Мы помним, что он весь прошлый год залечил очень тяжелую травму. И, безусловно, время ему нужно теперь. Пейв. Против Пейва нарушили правила. Вот была бы хорошая возможность, если бы прошла эта передача. А так Забитов помешал. Ипсен. Не совсем точную передачу сделал Ипсен. Вступает сам затем в борьбу. И Спартак возвращает себе мяч. Штранцель. Саенко. Неточный бас. Белоруков. Белоруков. Пас вперед. Книжевич. Здесь переводится налево. Это Сираков. Это Федориев подключается в атаку. Сираков действует на противоположной фланге. Играет с Гришиным. Гришин. Перестроились сейчас футболисты Спартака. Жано трейсингует на своей половине поля. Передачу делал Волков. Неважная передача. Белоруков. Сираков. Пейс. Трибуны стадиона «Звезда» требовали штрафного. Считаю, что Гришов нарушил правила против Пейва. Но что? Вообще Лайнсман показал, что мяч следует отдать Спартаку. Давайте мы посмотрим. Я не исключаю, что толкнул действительно соперника Гришов. Нет, Егоров согласен с Лайнсманом. И стал свистков очень много. Пас вперед. Велитон. Такое ускорение делает Кипсон. Но можно налево было выполнить передачу. Там Саенко открывался. А так получилась передача на Ари. И Ари не сумел удержать мяч в поле. В следующем, в девятом туре, а он состоится на неделе, 5-6 числа, Спартак дома примет Анжей. Ну, а что касается футболистов Амкара, то они отправятся играть в Москву и встретятся с динамовцами. Что касается центрального поединка, то это матч лидеров. Зенит принимает Спартак Нальчик. С мячом футболиста Амкара. На Рубин. Играет на Попова. И Саенко пытается Попова прессинговать. Ау. Отчаянный рывок топчу и по газону проехал эффектно. Ну, а мяч выковырять здесь из боковой линии у него уже не получилось. Проблемы какие-то. У Пеева. Но если еще уйдет Спарли Пеев, то тогда дела у Амкара в атаке будут. Их просто не будет, этих дел. Даже не просто в атаке, я бы сказал, в созидание. Ну, правда, может быть, другой на себя, возможно. В атаке. Саенко. Делает забегание Жанова. Получает передачу от Саенко. Выполняет навес. Нет, так, верхом через Белоруково. Один раз получилось. Но, тем не менее, центральные защитники высокорослые Амкара и головы хорошо играют. Поединок с Зенитой Спартаканальчика мы вам покажем в прямом эфире. Будем разбирать подробно эту встречу. Все как полагается. В четверг в 18.40 начнется на нашем канале трансляция вот этого поединка. Передача вперед. Волков. Ну, я призываю вас как можно внимательно наблюдать за тем, что происходит в нашем чемпионате. Времени до перерыва, связанного с чемпионатом мира, остается немного. Затем будет первенство планеты, которое, ну, все из всех, весь мир будет смотреть. Но пока еще чемпионат мира не стартовал. Давайте смотреть внимательно на то, что происходит на наших футбольных полях. В нашем чемпионате. Пас налево. Жано. Обыграть не смог, но в результате сыграл на Ипсона. Что-то чудное в итоге вышло. Нарубин взбивал мяч в ногу подальше от собственного ворота. Заемка. Жано. Куршевлюк. Ипсон. Штранцель. Хорошо было задумано. Паршевлюк делает передачу на Велетона. Именно Велетон сейчас вместо Ария оказался справа. Пас дальше в штрафную. Паршевлюк. Здорово на Жано. Нужно пробить. И оборона Амкара вот здесь сыграла безупречно. Как такие челюсти Капкана сомкнулись и эту атаку Спартака откусили. Но правда сразу же еще одна возможность. Только теперь у других ворот. И уже четко играет защита Спартака. Но правда с нарушением правил. Штрафной. Дворот далеко, да. И по-прежнему Спартака впереди, если говорить о нарушении. Дальний удар. Еще один штрафной. Это даже поопаснее будет. Да, не по центру, но ничто не мешает выполнять подачу. Топ чего нет. Решил не бить. Все-таки выступил мяч Гришину. Удар. И снова четко действует Жано. Кстати, для тех болельщиков Спартака, которые вдруг по каким-то причинам не в курсе, Санжи и Спартак будут играть в Черкизове на стадионе Локомотива. Верит он. Ровно половина второго тайма позади. Спартак прибавил после перерыва в качестве футбола. Я бы не сказал, что прям уж прибавил так, что сплошь комплименты, но Спартак стал играть лучше, вне всякого сомнения. А были комбинации просто отличные. Я думаю, то, что Спартак в итоге забил второй мяч, можно назвать совершенно вещи справедливой. Потому что там кар прибавить не смог. Даже, пожалуй, до перерыва он действовал поострее. Пошевлёк. Белоруков. Пошевлёк. Сабитов. Сабитов. Ипсен. Хорошо оторвался от защитника. Сейчас Ипсен. Жано. Садинка. Жано. Немножко физики всё-таки не хватает пока же оно, чтобы на равном бороться с Налакой очень непременно. Ну, это с техникой всё в порядке. Я напоминаю, что в последних двух матчах, в шестом и в седьмом туре, Спартак победить не смог. Мало того, не смог и забить. В шестом туре Спартак сыграл мячу с Сатурном в гостях 0-0. А в прошлом, в седьмом туре, принимал лидера Спартак-Нальчик. И тоже, как в встрече, закончил с мячью 0-0. Сабитов. Нарубин. Немножко стал выравниваться этот показатель, владение мячом. Это неудивительно, потому что Спартак, проведя 2-0, здесь уже нет смысла так много владеть инициативой. Можно где-то отдать мяч ей сопернику. Худрюшов. В голове получилось, судя по всему. Карточка будет. Пейф. Ой, да. Это было больно. Ну, нужно смотреть. Безусловно, Пейф ногами стал размахивать, причем сильно. И вполне мог нанести травму сопернику. Безусловно, Сибири. Пейф. Безусловно, Сибири! Безусловно, Сибири! Штранцель Еще и Бутса одиноко лежит на газоне Опять сейчас будут остановки в игре Их этих астаналов много, но я думаю, что Егорову нужно вмешаться Вот Волков упрыгивает за пределы пола Только сейчас обратил внимание И стал выбрав остановок, но в принципе имеет полное право Хорошо играет Саенко и Кудряшов подключается И удар в касание был хороший Ари Один свой мяч забил уже сегодня И сейчас очень близок был к тому, чтобы отличиться еще Кстати, они стали меняться с Велетоном Если в первом тайме чаще Ари находился на правой бровке То сейчас мы видим, что Велетон регулярно уходит направо А Ари занимает место центрального подальше Пушаг И сейчас маленький бровь Пушаг 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 Чираков Пиев Нет, не успел Конечно, не успел мяч догнать И все совершенно справедливо Ну как ему было здесь Дотянуть Сабитов Высокая передача Проигрывает здесь явно Кнежевич борьбу Проигрывает невысокому Жано Жано Очень хорошо на Саенко Саенко делает передачу в центр Саенко уже Не без ошибок по-прежнему Спартак играет И ошибок этих по-прежнему немало И все 15 минут до окончания матча Пока все складывается так, как нужно Спартаку Я не про счет говорю, хотя я про него тоже А вообще с точки зрения футбола, что на поле происходит Да, периодически Амкар Пытается проводить атаки Но обороняется Спартак очень спокойно Решевлет Пиф Мягкая передача И передача совершенно неудачная Ганаев Пиф Вернулся теперь Пиф В оборону Хорошая атака через центр Она была хорошая Но пас у Волкова не получился Топчу принимал эту передачу пяткой Защитники Спартака Которые вроде бы чуть отстали Сразу справились Ипсан Ипсан Саенко Выполняет передачу на Ипсена Ипсен отыгрывает дальше на Сабитова Спартак не торопливо переходит в очередной Сразу пять футболистов Амкары Идут сейчас вперед Мало того и защитники поддерживают Но опять в последний момент Чуть назад передача Белоруков центральный защитник в атаке Чего только Не сделаешь Когда команда проигрывает Белоруков здесь настигла Жанок Дальний удар поворотом На месте на Рубин Как же так? Не нужно от своих штрафных уходить Такие ошибки Саенко И тут тоже Не сложная в общем-то Ну она конечно сложная наверное Для любителей Но очевидная передача Закончилась явной ошибкой И удар слева Причем ноги Паршевлюка Сильный удар хороший Десять минут остается играть В основное время Пеев Волков Пеев Пяткой сыграл Ну вот по-моему Первое такое действие Пеева Когда можно было так действовать А можно было придумать что-то другое И тот вариант Который болгарский предоставщик выбрал В итоге ни к чему хорошему для его команды не привел По-прежнему одна единственная замена В составах обеих команд Сабитов Играет на Ипсена Ипсен вперед Ошибка Волков Топчу Хорошую передачу делает налево Подача верхом Саенко Да они здесь спокойно с Пудряшовым разобрались А дальше мяч просто был вынесен вперед На Аре По Амкару есть 10 минут Амкар очень решительно сейчас пошел вперед Будет безусловно еще И дальше пространство в обороне Пермяков Как этим Спартак сумеет воспользоваться И сумеет ли Совсем скоро выясним Мяч просто отправляется вперед Ну в общем если к игре Спартака претензии я думаю Что у болельщиков этой команды по-прежнему есть Тем не менее Спартак пока все делал Для того чтобы забрать в гостях 3 очка Что-то само по себе очень важно Вито выходит на поле под 31 номер Волкова меняет Гришина меняет Под 31 номером Этот футболист будет действовать Ему 21 год Он нападающий И он итальянец Ну были у нас уже В чемпионате итальянцы Это или Соли Или Гоппола И вот пожалуйста На этом атака завершается И сразу же ответная замена Спартака Шушаков на поле сейчас Вместо Жанон Спокойно Цель сейчас укрепить центр И не позволить Карзу Свою задачу Спартак выполнил Два мяча в ворот соперника Полетели Хорошо сегодня Жанон отыграл Да По-прежнему Еще есть Явно есть Куда прогрессировать Однако Вышел Заменил Олекса Именно Жанон Заменил Много передвигался И в конце концов Вы сделал В очень нужный Для команды Момент Отличную Голевую передачу На Велет Даже тут Заменил Олекса Мы помним Что в прошлом году Дубль Связка Вот этих Футболистов Этот бразильский дубль И принес Спартаку во многом Принес серебряную медаль Ну не только Бразильцы конечно Но сколько Велетин Завел с передачи Олекса Опять фул Джанаев Борьба В возле штрафной площадки Анкара Передача направо И еще дальше Оре Ой как хорошо Оре мяч отобрал И полетел к чужим воротам Нужно обыгрывать Белорукова Нет Ну понятно Что искусственный газон Позволяет выполнять Точные удары низом Но Не с такой силой Не с такого же расстояния Сираков Еще одна замена Кудряшов Белоруков Прессингует его По-прежнему Ари Который расположился На позиции Центрфорварда Сохранил еще Достаточное количество сил Чтобы продолжить Необходимое давление На оборону соперника Создавать Замена Ну вот меняют и Велеттона И выходят на поле Козлов Велеттон Хоть и был большую часть матча Незаметен Тем не менее Отличился в очень нужный Для команды момент Причем Сделано это было В очень хорошем стиле В своем фирменном Был один момент В большом счету Велеттон Такой явный И он его использовал Это ли не признак Высокого уровня футболиста Можно теперь уже позволить Молодежи выйти на поле Что сейчас с Валерой Карпин И дело В смысле Позволяет молодежи выйти А не сам выходит Борьба на правом фланге Кнежевич Навакович Чушуков Сабитов Задумано было неплохо Но опять вроде бы До чужих ворот И было немного Передача не точная Три минуты Три минуты Именно столько Остается играть До окончания Вот этого матча Наверное еще немножечко Игорь Егоров добавит Но вряд ли очень много По сути во втором тайме Было определенное количество Нарушений правил Которые заканчивались Свистками Но пожалуй Это и все Длительных остановок Просто не было 18 лет Козлову 17 лет Козлову 17 лет Козлову Исполнилась В марте Ну здесь 5 минут Конечно побегать Основной состав Это уже для атаков Футболиста Исключительно полезно Сабитов Сабитов Ари Играет на Ипсона Можно направо Сыграть на Паршевлюка Так оно и есть Паршевлюк Обыграл топчу Паршевлюк Входит в чужую штрафную Ипсон Штранцель Цахенко Белоруков Интересно Я посмотрел статистику Козлов уже один раз выходил Как раз когда играли С командой из Нальчика Козлов вышел И тоже провел на поле 6 минут Но подводит К составу Настолько юных футболистов Валерий Карпин Еще в прошлом году В составе Спартака Очень много молодежи играло Где-то это была вынужденная мера Но тем не менее Когда так активно опираются На свой дубль С одной стороны Конечно Определенные кадровые проблемы С другой стороны Замечательно Что Белору Шанс получает Ну понятно что В случае с Козловым Здесь Его на поле выпускают Не потому что Такие кадровые проблемы Потому что Верят в это Лучше Молодого футболиста А вот например Яковлев как раз Тот самый вариант Мы помним Как в прошлом году Яковлев появился В составе Спартака И Правильно Настолько Очень ярко Появилось Даже правильнее Сказать так Яковлев стал Появляться Достаточно регулярно В составе Спартака Потому что Пошли уже Дополнительные минуты Да И из этих Дополнительных Одна Уже позади И даже У Амкара Был момент Но я думаю Что Спартак Одержит сегодня Победу Сейчас только Саемки Меняют На Яковлева И после Этой победы Спартак Наберет 13 очков И Займет Пятое место В турнирной таблице Четвертый Рубин Третий ЦСКА Первое Второе место Делят Спартак Нальчик И Зенит Но у команды Из Нальчика Разница мещей Получше Лучше Чем У Нальчика А так Только у ЦСКА 12 мещей Спартак Нальчик Но при этом ЦСКА пропустил 7 А команда Из Нальчика Всего 4 Цираков Высокая передача Джанаев Немножко Неожиданно Занервничал Так со стороны Показал Джанаев Попятился Но мяч Пролетел Мимо ворота Попов Третья Добавленная минута Подходит К концу Пейс Три раза Мяч Амкар Терял И три раза Подбирал Смор Пейс Очень Очень высокая Передача